здравствуйте давайте я сразу анонсирую для того чтобы не забыть мои подписчики знают что я имею отношение к небольшому медиа проекту новостной телеграм-канал liberty news завтра там будет розыгрыш такого смартфона для подписчиков немножко людей побаловать в эти времена такие стрессовые так что кто еще не подписан пожалуйста подпишитесь я оставлю ссылку на этот канал в закрепленном комментарии мне будет приятно если вы будете подписаны и заодно вы сможете выиграть какие-то ценные призы более подробно я расскажу сегодня на стриме в 20.00 в тик токе ну и завтра на всякий случай я вам повторю потому что розыгрыш будет проводиться завтра а теперь давайте к главным новостям сегодня 9 мая выступил путин то чего мы все так долго ждали никаких сенсационных заявлений не было сделано он не объявил не мобилизацию никаких угроз ничего про молдову ничего про приднестровье на удивление но я хотел бы сказать чтобы никто не расслаблялся кстати я думаю вы обратили внимание ну что он был бронежилете это было явно видно из-под костюма почему я говорю не расслабляться потому что честно говоря если я еще там неделю-две назад этого ждал какого-то резонансного заявления от него какой-то угрозы на 9 мая то потом я понял что он всегда как бы за последнее время которое он себя так ведет от начиная от угроз и войне с украиной он себя ведет наоборот как раз так чтобы его невозможно было просчитать то есть и я и другие пытаемся его просчитать с точки зрения логики а он же с шизофреника шизофреника прочитать с точки зрения логики невозможно поэтому я убежден что сегодня будет спокойно а вот про несколько следующих дней вплоть до конца недели нужно быть очень внимательными и осторожными поэтому всем советую не игнорировать воздушную тревогу быть максимально собранными и и все-таки не расслабляйтесь не верьте вот так вот просто не думайте что все так просто и банально он гораздо более изощренный человек чем некоторым кажется но если этого не произойдет тогда наверное у россии совсем все плохо и им уже даже нечем угрожать потому что жить и они даже военные на военном параде воздушные эти все свои представления решили не показывать хотя было пару хорошая погода они сказали что из-за плохой погоды песков объявил ну короче какая-то какая-то идет игра все равно я считаю а теперь еще очень важно значит несколько дней назад я вам показывал что арестович выступил за то чтобы некоторые категория мужчин могли выехать за границу он упомянул бизнесменов ученых но я так думаю моряков студент короче некоторые категории мужчин шмыгаль выступил и сказал что он против этого решения ну как бы так осторожно он это сказал он сказал что я против я считаю что во время военного положения выпускать мужчин нельзя но пусть решение это принимают военные меня такое складывается впечатление что офис президента за другие чиновники против все-таки вы должны понимать технологии которые ну которыми действуют с населением одна из таких технологий это сделать что-то какой-то вброс информационное пространство каким-то значимым лицом и для того чтобы посмотреть реакцию людей отследить это удобным кандидатом для таких бросов конечно является арестович как инструмент потому что у него большая аудитория потому что он умеет это правильно преподнести вот он это сказал про мобилизацию я однозначно вам скажу и это очень важно на мой взгляд я вам скажу это не просто да нет а я скажу вам чуть подробнее как я это вижу значит как бы я делал во первых следующая дата для нас как бы сказать которую мы все ждем вот сейчас было 9 мая дальше это 25 мая когда закончится военное положение что дальше собирается делать власть как бы сделал я я бы продлил военное положение только в тех регионах где идут очень ожесточенные бои это восток это юг это города которые граничит с российской федерацией суммы харьков вот там бы я продлил военное положение в центральной украине хотя бы начиная с киева черкас вот так где-то возможно полтава я бы все-таки и западной украине я бы военное положение не продлевал я бы сделал чрезвычайное положение я объясню свою логику вот сейчас я нахожусь в киеве и хочу вам сказать что военное положение как таковое не ощущается поскольку все блокпосты в городе разобрали практически я же не говорю что нужно отвести пво и продолжать жить теперь уже в мирной жизнью нет мирной жизни ближайшее время не предвидится но если мы хотим не окончательно не зарубить нашу экономику а я хочу вам рассказать что сейчас 50 процентов бюджетных потребностей покрываются за счет дотации запада если мы хотим это все начинать возрождать и то что говорит президент что мы будем отстраивать украину после войны и сейчас призывать заниматься бизнесом нужно хотя бы для этого на тех регионах которых я сказал просто сделать чрезвычайное положение начать выпускать мужчин хотя бы определенных профессий или хотя бы за деньги я уже предлагал 150 тысяч гривен смотрите юридически военное положение или чрезвычайное положение никак не отражается на том прийти прилетит куда-то ракета или не прилетит вернее будет ли попытка туда направить ракету сделать ракетный или воздушный другой удар там авиация или не будет путину все равно на статус и пво все равно будет защищать города также как и защищает независимо от юридического статуса военное положение чрезвычайное положение поэтому на мой взгляд нужно здесь включить здравый смысл и все-таки логику военные должны продолжать делать свою работу они у нас героически сражаются ну тут других слов просто нет я бы сказал даже фантастически сражаются этому спасибо им большое а для того чтобы их поддерживать как вот сказал один парень военные тоже это публиковал должно работать 14 гражданских на одного военного вот я этим предлагаю чтобы власть разрешила заняться мужчинам которые там где-то работать могут или строить бизнес я вам хочу сказать что с бизнесом дела еще хуже чем были кроме того те активы которые хотелось бы продать они не продаются никого заинтересованных нет все ну попросту остановилась так что вот такое мое конкретное предложение я в данном случае полностью на стороне арестовича и подозреваю еще раз скажу что это идея офиса президента поэтому я полностью за то что мужчин нужно отпускать и я знаю что этот вопрос очень сильно беспокоит моих подписчиков и вообще людей как только где-то заходит об этом речь будь то мой телеграм-канал телеграм-канал liberty news вот мои видео в тик токе на стримах у меня всегда это одна из главных тем я прекрасно понимаю что сейчас вот 9 мая через там две-три недели этот вопрос будет стоять еще более остро мужчины должны зарабатывать есть огромное количество мужчин которых нет бизнеса у которых сейчас нет работы в украине и которые в то же время не призываются на службу а по той информации которую мы видим и нам дают армия более чем укомплектована еще есть даже резерв так что я считаю что сейчас 25 мая если конечно никаких не будет там феноменально шизофренических финтов от путина нужно открывать начинать потихоньку границы я не говорю сразу всем давайте нет хотя бы потихоньку повторюсь хотя бы за платеж бюджет хотя бы для определенных профессий но бизнес должен продолжать существовать пусть временно я повторюсь временно не постоянно возможно не в украине пусть люди временно выйдут поработать так что вот такие дела дальше я хочу выпустить ближайшие дни еще два выпуска рубрики штрейкбрехеры потому что есть о ком поговорить эти выпуски уже практически готовы думаю вам будет интересно поэтому подпишитесь пожалуйста на мой канал поставьте лайк поставьте колокольчик и спасибо что досмотрели это видео до конца слава украине и и и и